Ну что, ребятки, 3 марта 2023 года. Двигаемся на Ваганьковское кладбище с такими красивыми цветами. Они искусственные. Сейчас объясню, почему они искусственные, почему два пучка. Тоже объясню. Но вы, наверное, догадываетесь. А может быть, не догадываетесь. 3 марта 1981 года остановилось сердце одного яркого, харизматичного, талантливого человека. Олег Даль. Олег Иванович Даль, киноактер. Умер в возрасте 39 лет. Сегодня, 3 марта. Прошло уже много лет. Я уже сбился, сколько лет прошло. Много лет уже, мне кажется, около 40. Может быть, 40 уже есть. Но его помнят, его любят. И сегодня я от компании «Ритуальные таблички» поставлю к нему на могилу вот такую красоту, ребят. Компания «Ритуальные таблички». Ссылочки все будут в описании. Ваганьковское кладбище, ребяточки. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги. До степной бурья. Знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги. До степной бурья. Выстрел грянет, ворон кружи. Твой дружок бурьян неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится. А кругом земля дымится, чужая земля. Пыль да туман, холода, тревоги. До степной бурьян. Край сосновый солнце встаёт. У крыльца родного мать ночном ждёт. И бескрайними путями, степями, полями, всё глядят во след за нами, родные глаза. Ребятки, ну и второй букетик мы возложим на могилу Лизы Дальф. Субтитры делал DimaTorzok Дальф. рядышком находится захоронение это теща олега далее мама лизы даль фамилия эйхенбаум умерла 1990 по моему девятом году если не ошибаюсь вот очень любил олег даль свою тещу называл ее оленька очень любил лизу дали его третья жена ну и вот наш талантливый актер олешка даль олег иванович таль поставили мы портрет а знаешь жизнь загадочная штука не угадаешь зачастую поворот кому-то счастье а кому наука мы предсказать не можем наперед господи не пойму какую дырку смотреть ладно ребяточки не важно ну вот мы ребятки посетили могилу олега ивановича далее 3 марта 2023 года возложили от нас красивые цветы пусть они искусственно ничего страшного дольше отстоят я считаю тоже нормально и поставили портрет от наших друзей от компании ритуальной таблички все ссылочки находятся в описании и в комментариях под роликом пока выходим с лаганьковского кладбища давайте немножечко сегодня напомню 3 марта 2023 года давайте вам немножечко расскажу про олега далее ну про то что у него не было никаких званий это вы уже знаете да не было звание не народ и незаслуженно поэтому возникали проблемы с его захоронением на таких вот известных престижных кладбищах на которых в основном хоронят всех вот известных людей заслуженных народных артистов звание не было были проблемы в итоге получается что союз кинематографистов надавил на директора ваганьковского кладбища директор выделил выделил место сказал вот этот балерина она умерла давно уже много лет прошло можете в ее могилу захоронить олега далее вот когда начали копчики копать могилу балерины обнаружили что групп балерины практически нетронутые не стали тревожить ее и захоронили олега далее в трех метрах от балерины получается вообще за оградой захоронен в какой стороне он захоронен я вообще не пойму то ли я что-то не понимаю почему надо было так сделать и почему не поставить тогда памятник там где захоронили в трех метрах от балерины очень ничего мне не понятно честно говоря где находится в итоге захоронение точно захоронение тела олега далее мне непонятно лиза дали вы видели это третья жена олега ивановича далее они прожили вместе 11 лет. У Олега Ивановича Даля было три брака. Первая жена его была, это Людка. Нет, она Надюха. Первая жена Олега Даля, это Нина Дорошина. Знаем все ее, да? Наша любимая Надюха из фильма «Любовь и голуби». Почитал я информацию. Я, кстати, как-то углубленно никогда не изучал эту тему. Я немножко был удивлен. Ну, как, даже не немножко был удивлен тому, что Надюха-то у нас эгегей. В браке с Олегом Далием прожили всего неделю. На свадьбе Дорошина и Даля появился Олег Ефремов. Олег Ефремов крутил шашни с Ниной Дорошиной. Когда подвыпили на свадьбе, он посадил к себе Нину Дорошину, то бишь она была невесткой женой Олега Даля. К себе ее посадил на колени, в общем. Слушайте, очень неприятная история. Короче, Олег Даль с ней расстался. Она прямо на свадьбе можно сказать, ему изменила. Мы к этой теме еще вернемся, касаемо Ниночки Дорошиной, тоже хорошая актриса. Мы к ней вернемся, когда уже посетим Пятницкое кладбище, на котором она покоится. Очень скоро мы тоже к ней поедем. С цветами портрет не будем ставить, потому что там есть портрет. Сейчас к теме касаемо Олега Даля. Первый брак был неудачный, прожили, я не знаю, можно это ли назвать, прожили. Прожили в браке всего неделю. Второй брак у Олега Даля, Татьяна Лаврова, шесть месяцев продлился брак. После развода с Ниной Дорошиной стал пить, сильно пить. Третий брак. Лиза Даль и Олег Даль прожили вместе счастливые 11 лет. Конечно же, были и скандалы, и, насколько я знаю по информации с интернета, Лиза Даль пыталась лечить, спасать любимого мужчину Олега от страшной болезни, это алкоголизм. По информации, что Олег Даль дружил с Владимиром Высоцким, который, кстати, покоится тоже недалеко. И Высоцкий помогал Далю доставать лекарства, кодировку, вот это все. Два года держался Даль после этих таблеток, зашивали ему там. Слушайте, я не понимаю, вы там ничего? Что-то там зашивали, кодировка называете, какие-то таблетки потом вот это все. Вот, чтобы не пить. Два года он продержался, через два года, естественно, срывается, опять начинает пить. В общем-то рано ушел, 39 лет Олег Иванович Даль. На гастролях в Киеве, в гостиничном номере нашли его мертвым. Еще такая версия его смерти, что когда его обнаружили в номере без сознания, он сначала еще был жив. Ну, по информации. Был жив. Вызвали скорую, медики начали делать массаж сердца, сломали ему несколько ребер, там что-то кровь была, его завернули в ковер, и в этом ковре его, короче, уже мертвы отвезли в морг. В кино у Олега Даля было около 50 киноработ. Я сейчас, конечно, какие-то кусочки вставлю в этот ролик. Попробую перечислить. Фильм «Земля Санникова». Интересная кинокомедия, называется «Не может быть». Также фильм «Женя, Женечка и Катюша». Также фильм «Золотая мина», где он снимался с красавицы «Любовью Полищук». Ай-яй-яй, девушка, девушка. Пить в одиночестве, да еще крепленное вино. Это ведь верный путь к алкоголизму. Они заплакали от счастья, а я запел с тоски, узнав, что мой король без власти играет в дураки. Забавляется он с людьми и страдаем мы от любви. И смеется он и хохочется злой шутник озвучил. Зрочно все в этом мире бушующем есть только миг. За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Много фильмов. Их было бы наверняка еще больше, потому что он умер в 39 лет. Званий не имел по причине того, что был скверный характер, скандальный был. режиссером было с ним тяжело работать. И плюс и алкоголь, видимо, все это. Сорвались съемки, на спектаклях где-то что-то какие-то. Были тоже срывы. Детей не было, к сожалению. С Лизой Даль они хотели иметь детей. Даже был период, когда они хотели усыновить ребенка, так как свои детки не получались. Хотя вроде бы и со здоровьем было все хорошо у обоих, но детки не получались. И они даже оговаривали тему, может быть, ребеночка взять. Потом Олег Даль передумал, сказав, что неизвестно, какие гены будут у этого ребенка, поэтому не будем рисковать. Действительно, да, можешь подумать, у тебя гены прям обалденные. Олег Даль, 3 марта 2023 года. Вспомнили. И огромное спасибо за ваше внимание, что вы посмотрели этот ролик. Я, конечно, все это субурно рассказал. Сейчас попробую из этого материала, потому что холод собачий, попробую из этого материала сейчас сделать ролик в своей манере, в своем стиле. Надеюсь, вам понравится, ребятки. Я жду от вас отзывы, комментарии, я жду от вас лайки. Напоминаю, что в описании ссылочка на компанию ритуальные таблички. Также ссылка на болталку на телеграм-канал Андрей Флор, Яндекс Дзен, ВК-страничка у меня есть, ссылка на донаты. Огромное, ребятки, вам спасибо за копеечку, которую вы кидаете. Спасибо огромное за это. До новых встреч, ребятки. Сейчас я несколько дней отдохну. 4 марта будет ролик с могилы одного известного человека, которого я знаю, что любят многие. И многие также его не любят, многие также его не понимают. Кто это, вы догадаетесь сами. Если догадались, то молодцы. Жду в комментариях. Ну, просто интересно. Ваши варианты жду в комментариях, если догадались, о ком идет речь. 4 марта ролик с могилы этого человека. А сегодня 3 марта Наталья Леонидовна Крачковская, наша любимая, с портретом, с ромашками от нас всех, ребятки. И Олег Иванович Даль, тоже красивый. Я считаю, красивые букеты, искусственные взял, потому что так захотел. Даже объяснять не буду, потому что так захотел. Холод собачий по традиции. Не знаю, когда этот холод закончится. Я так понимаю, я уже дошел до могилы Армен Джигарханяна, судя по расположению нумерации участков. Так что двигаюсь уже ближе к выходу. Напоминаю, что это Ваганьковское кладбище, ребяточки. Огромное еще раз спасибо вам за внимание. До новых встреч. Андрей Флор, YouTube канал. Пока.